Какова была основная причина участия казахов в крестьянской войне под предводительством Е. Пугачёва? Основная причина? Борьба за независимость. Там что они еще хотели? У нас были прекрасные Мохамбету Тимы Сулы. Я вас приветствую, уважаемые телерадиослушатели, в эфире передача «Вопросы за бабосы», где я, ее ведущий, задаю участникам или участнику вопросы, и за правильные ответы участник получает деньги. У нас в гостях Адиль Аспанов, парень, который приехал из Астаны, это Казахстан, который смотрел мои видосы, подписан на мой телеграм-канал, увидел кружок, который я делал в телеграме, а я такие кружки делаю, где говорю, ребят, я снимаю, приходите, если хотите участвовать. Адиль пришел. Одно видео мы с ним сняли. Он все знает. Второе видео, третье, четвертое. Одни видосы только я и снимаю с Адилем. Почему, спросите вы? Первая причина и самая важная. Конечно же, потому, что Адиль, он самый умный. С кем бы эти баттлы не были, Адиль всегда уигрывает. Он гений? Браво мне! Сегодня будет эксклюзивная передача, потому что сегодня я буду задавать Адилю вопросы не только общепринятые в Российской Федерации, но также вопросы, связанные с Родиной, с историей и литературой Казахстана. Посмотрим, Адиль, как ты знаешь вопросы, которые связаны с твоей страной Казахстаном. Вопросы будут не только связаны с Казахстаном. Будем чередовать, чтобы было интересно всем смотреть. За каждый правильный вопрос 100 рублей. Всего 24 вопроса или 25 я подготовил. Ставьте лайки, чтобы у видео было больше просмотров. Если больше просмотров, то будет рекламодатель. И у меня будет возможность участникам за правильные ответы давать больше выигрыша, больше денег. Внимание, первый вопрос. В каком году на Курултае, в Каракумах, было принято решение сформировать народное ополчение для организации отпора джунгарам? Джунгари. Они прикольные, ребята. Что вообще это такое? Объясни нам. Для меня это набор слов. Набор слов, да. То, что нам преподавали в школе, это на протяжении 100 лет, может быть, даже чуть больше, у нас в казахском ханстве было противостояние с достаточно сильной империей джунгарской. Это сейчас территории Узбекистана, может быть, чуть-чуть юго-восточного Казахстана. Это уйгуры, дунгане. Часть калмыков они перекочевали в Россию. В общем, это была достаточно сильная империя, пока их не захватил Китай. Вот. И мы с ними противодействовали достаточно на протяжении долгого времени, целый век. И вот это был 18 век, как мне кажется, 1700, точно вторая половина 18 века, 1700, там, какой-то год. И Каракумах не знаю, но последняя Анаракайская битва, она стала, типа, такой решающей. Мы там разбили при помощи Коканского ханства, они там 20 тысяч воинов подогнали. И мы разбили джунгарское войско в пух и прах, и больше они нас не донимали. Это было примерно тогда, когда основание Санкт-Петербурга совершилось. А, значит, начало. Гадать не буду. Ну, Курултай, допустим, в 1711, пусть будет. Правильный ответ – 1710 год. Понимаешь, есть такие точечные даты, которые есть у нас в России. Например, 1240 год. Это Львский. 1242 год. Это тоже Ледовая. Ледовая. 1380 год. Куликова. 1861 год. Отмена крепостного права. 1914 год. Вторая мировая. Первая мировая война. 17 год. Революция. Поэтому, кто знает, я же не знаю, возможно, эта дата, 1710, у вас тоже на слуху. Нет. Нет. Все, окей, базара ноль. Я засчитываю этот ответ, за него ты получаешь 100 рублей. Зачем? Это же ответ неправильный. По факту. По-любому я тебе какие-то деньги должен дать за то, что ты участник этой революции. За правильный ответ. Понимаешь? Я даю по возможности, которые у меня есть. Это считать, ты как пришел и получил зарплату за то, что мы с тобой сделали видео. Я бы с удовольствием тебе бы эту зарплату повысил бы, но здесь нет рекламы в этом выпуске. Поэтому мне достаточно той информации и зрителям, которую ты сказал, ты эрудированный, умный и приятный парень. Несмотря на то, что казах. Внимание, следующий вопрос. Естественно, я шучу. Для тех людей, которые думают, что я не люблю казахов или других людей, ребята, вы душные, странные люди, которые думают как-то так, как не думают другие люди. Все. А дели вообще мой кореш, если что. Понятно вам? Я мечтал о том, чтобы у меня был товарищ казах. Конечно, я никак не мог подумать, что это будет вот так все это выглядеть. Символ противостояния между ФРГ и ГДР. Вот, все, вопрос закончен. Все, весь вопрос, символ. Как я сказал, вопросы про Казахстан и общеобразовательные советско-российские, вьетнамские, американские вопросы. Символ я не... Дружба народа обязательно, дружба пис всем. Ну да, при слове символ, у меня как будто герб возникает там, орел. Нет, давай, не герб, это просто то, что на слуху. То есть, когда мы говорим... Берлинская стена. Берлинская стена. Вопрос тоже не про Казахстан. С 1858 по 1947 год, почти 100 лет, Индия была чьей колонии? Англии. Великобритании. Это правильный ответ. Как звали одного из учеников Абая Кунанбаева, написавшего летопись турецких, киргизских, казахских ханов? Я предположу, что это Ша Карим, Кудайбердеулы. А у меня написано Ша, точка, Кудайбердудеулы. Да, Ша Карим, ты его племяш был. У меня есть второй канал, и на втором канале мы еще сняли шоу совместное. Это бомба, а не шоу. Переходите, уже смонтировано, в описании есть ссылка на нашу передачу. Она клевая была же, понравилось тебе сниматься? Неплохо, да. Адиль там мой соведущий. Наше совместное шоу. Представляете, как здорово. Не забудьте поставить лайк еще под этим видосом, чтобы он заходил. И если это видео наберет 50 тысяч лайков, то я обязательно поеду в Казахстан снимать передачу вопроса за лобосы. Я тут посмотрел, сколько стоят билеты в Казахстан. Ужас просто. 400 рублей в копилке. В романе Льва Николаевича Толстого, или Толстого, «Война и мир» за кого вышла замуж Наташа Ростова? Здрасте. Так, сейчас будем гадать. А, гадать. Наташа Ростова поет Пьер Безухов. Правильно. Йос. Какой город во второй половине 14 века, так, 14 век, стал столицей Ак-Орды? О-о-о, прикол. Так, 1300. Это сложно? Не, не, это я должен знать, но что-то так. Ты считаешь, это казахского ханства еще не было бы. Ак-Орды, это что такое? Ак-Орда, это часть Золотой Орды. Ак, у меня написано, это Белый Орды. Да, у нас так резиденция называется президента. Золотая Орда распалась в 14 век, появилась синяя Орда и белая Орда. То есть, получается, Орда, это были вы, казахи? Да, мы появились от Орды. Вы были монголы-татары? Отчасти, да. Да. Да, мы появились вот как раз из кок Орды. Но ты очень похож на монголы-татары. Ну, такое. Ну, они по-разному выглядели, учитывая, где они жили, везде. Просто от Волги. Да, монголы-татары. Короче говоря, когда монголы-татары, Золотая Орда, получилась Ак-Орда. Две Орды, Кок-Орда и Ак-Орда. Кок-Орда, это коричневый цвет. Кок, это синий. Ага. Кок-Орда, да. Хорошо. Так вот, какой город стал столицей Белой Орды? Я просто пальцем в небо скажу, что это сарайшек какой-нибудь. Это все неправильно? Город Сыгнак. Блин. Это на юге. Да, пропал город. Кто сообщил о приезде Ревизора в комедии Гоголя? Ой, вот это позор сейчас. Городничий. Я собрал всех вас, господа, чтобы сообщить вам. Это городничий был. Бобчинский и Добчинский. Да ладно. Два вот каких-то хмыря. А, да, да, да. Я даже не помню, как они по жизни были. Два чиновника такие. Чиновника? Да, такие мерзкие. Первые выборы президента республики Казахстан состоялись. В ответе у меня не только год, но и также месяц и день. А, первый. Можешь хотя бы год назвать, как бы, на хрена это месяц и день? Ну, это, наверное, сейчас один из наших государственных праздников, если месяц и день точно есть. Потому что у нас дофига этих президентских праздников. День президента, День республик Казахстан, День первого. Там их много. В декабре, в июле, во ноябре. Ну, чисто логически, давайте скажем, что это 91-й год. Да, все верно. 600 рублей в копилке один. А какой дат? 16 декабря. А, День президента у нас. Прямо у вас празднуется, да, это выходной день. За какое произведение получил Нобелевскую премию Иван Алексеевич Бунин? Так, Иван Бунин. «Жизнь Арсеньева». Давай еще один вариант. И шут-то с ним, кстати, вопросом. Так, Иван Бунин. Ну, он первый получил из русских писателей Нобелевку. Ему вручали с формулировкой, типа, за всю русскую классику, которая была до тебя. На, будь добр, получи. Но я жизнь Арсеньева не знаю. Он, не он, я писал. Но, по-моему, этот. У меня больше нет момента. Господин из Сан-Франциско. Ты первый раз слышу. Вопросы, которые звучат здесь, они взяты из телепередачи «Слабое звено». Если ты говоришь о том, что он получал за все произведения, то они говорят, что за господина Исан-Франциско. Значит, правильно, пожалуйста. Значит, правильно. Отступление небольшое. Дорогие друзья, те люди, которые хотят быть блогерами, которые понимают, что они бизнесмены, вы остеопаты, менеджеры, юристы, вы врачи. Профессии какие-то пожарные. Если вы занимаетесь какой-то профессией и понимаете, что вам нужно делать контент, нужно двигать свои соцсети, я предлагаю вам вступить в сообщество блогеров, которую создал я вместе со своим коллегой, очень грамотным мужиком, который в этом соображает так же, как и я. Нам есть, что вам дать. Это сообщество, где мы будем знакомиться друг с другом, делать друг с другом коллаборации, и не важно, кто где живет, потому что коллаборацию можно делать онлайн. Мы будем вливать туда трендовые, зарубежные идеи, кейсы, которые будем делать так же каждую неделю с вами. Я буду делать вам прямые эфиры, где мы будем разбирать видосы, вы будете задавать мне вопросы, я буду на них отвечать. Это мой такой стартап, я хочу уделить этому внимание большое, мне есть что сказать, есть что дать, и помимо знаний в этом сообществе мы будем работать. Польза будет по-любому. Не нравится, можете дальше не подписывать эту платную подписку. Каждый месяц ты платишь бабосы за всю движуху. Так, подписка стоит 890 рублей, по промокоду будет скидка 50% за первый месяц. В описании есть ссылка на бота, через которого все можно это по красоте замутить. Вот такая информация. Все. Какой хивинский хан в 1831 году совершил крупное вторжение на территорию казахских племен? Ты еще какой? В 1831 году. В 1831 хивинский хан. Что это за мероприятие? Давай тоже, раз у нас интеллектуальная передача, внедри нас в эту историю. В 1831 год у нас тогда терки со всеми, вообще со всеми. Мы уже полностью, фактически, принадлежим нашей территории. Все три жуза. Казахстан делился на три жуза. Жуза? Как княжество. Жуз, да, жуз сотня типа. Их было три. Старший, средний, младший. Мы практически уже принадлежали Российской империи. Все. Последний оплот. Это был наш последний хан Кенесары. Мы воевали с Бухарой, с Хивой, с Российской империей. Я не знаю, я точно знаю, что ему противостоял Кенесары хан. А Кадырбай? Не знаю такого. Вот. А вот Хивинский хан. Короче, ты не знаешь никогда? Нет. Это Аллаку. Вопросы по поводу Казахстана я просто где-то там скопировал. Поэтому хрен знает. Не слышал, не слышал. Ну, типа, это просто. Да. Это просто. Я не знаю. Скорее всего, это было в школе, может, прослушал. Аллакул, все плохо. 600 рублей у Адиля. Как звали казахского военного писателя, командующего дивизией, удостоенной звания Героя Советского Союза посмертно в 1990 году? Бауржан Мамошула. Концовку смазана была. Мамошула. Мамыш Улы? Да. Мамыш Улы? Да. Все верно, 700 рублей. Кем был по образованию писатель, который создал образ Шерлока Холмса? Интересно, да? Ну, это просто интересно. Да. Оказалось. Я даже не знаю, кем Конан Дуэль, кроме писателя, был. Это был Конан Дуэль, да? Вроде да. Ты знаешь его имя, фамилию. Это уже много о чем говорит. Сэр Артур Конан Дуэль. Но я скажу тебе, когда в слабом звене этот вопрос прозвучал, я почему-то ответил на него. Хотя я вообще не знаю, не в материале, но логически у меня почему-то эта профессия встала на первом месте, и я сразу... Моряк? Врач. Как Чехов, чего они все врачи? Смотри, Шерлок Холмс, и там есть доктор Ватс. Доктор Ватс. И слово врач, оно прям напрашивается сразу. По крайней мере, это было так у меня. У меня с Англией море ассоциации. 700 рублей. Море это Джек Лондон. Джек Лондон, конечно. Да, Хемингуэй. Какой народ в третьем веке до нашей эры объединился в племенный союз на юге современного Казахстана? Третий век до нашей эры. Третий век до нашей эры. Какое племя? Какой народ? Народ. Объединился в союзе? Их было, начнем с того, что до хрена, именно третий век до нашей эры, я могу сказать, что это саки. Скифы, саки. Саки, скифы, я знаю, скифы, саки. Ну, скифы и саки, это одно и то же. Кан-гю-и. Да? Да. История пятый класс. Да? У нас в среднем звене преподают. Так, ну, едем дальше. У тебя в копилке 700 рублей. На каком языке говорят в Бразилии? На португальском. 800 рублей. Кому обращался вещий Олег со словами «Прощай, мой товарищ, мой верный слуга». Коню. 900 рублей в копилке у Азамата. Ну, я пыкал. Понятно дело. Кто-то же не поймет. Какова была основная причина участия казахов в крестьянской войне под предводительством Е. Мильяна Пугачева. Основная причина – борьба за независимость. Там что они еще хотели? У нас были прекрасные Мохамбету Тимы Соле. То есть Пугачев был за вас? Да. В Оренбурге он движухой вот этой занимался. Он русский или когда? Русский. Русский. Да. Просто он приехал в Оренбург. Что он делал? Зачем вы вписались с Пугачевым в этот блудняк? Народно-освободительное движение. Против кого? Против Российской империи. Получается, что… Против Питера. Захват России казахских земель. Казахских земель, да. Младший жусь. Вы свои земли хотели… Защитить. Защитить и обратно себя… Соблюдать. Потому что Россия обалдела совсем, охренела. Какой это год был? Просто самому интересно. Пугачев, это же… Это же начало 18 века, что-то будет. 2700. 2700, да. Какой-то, да. Вообще не в материале. Какого русского писателя, своего учителя Пушкин называл гением перевода? Державина? Нет. Гений перевода. Получается, человек жил в 17 веке, наверное. Да. А может быть, и раньше. Кто знает? В 17 веке, да. Может быть, в первом веке он жил. Кто знает, когда он переводил это? Кто его знает? Я просто из учителей знаю его только Державина. Вряд ли Ломоносов был его учитель. Нет. Нет. В Питере есть улица именем Егу. Улица Жуковского. Блин. Это не простой вопрос. Это сложный вопрос, на который ответ я бы сам не назвал. Вот хрен его знает, что там, кто там переводил. Под властью какой могущественной державы попали казахи в 6 веке? Под власть. Какой державы в 6 веке? Казахи в 6 веке? В 6 веке казахи. Может, те, которые проживали на территории Казахстана? Ну, да. Ужасно сформулировали вопрос. Кто создавал эти вопросы? Так, 6 век это 500 с фигом года. Это тюркский каганат. Тюркский каганат. Тюркский каганат. Это правильный ответ. Тюркский каганат это правильный ответ. Да? Да ладно. У них волчара были на флоте. Тысяча рублей. А не волчара? Ну, у них на флаге был волчара такой, в профиль. Как называют главу правительства в Австрии? Глава правительства в Австрии. Давайте отталкиваться от местоположения. Пусть это будет. Нет, нет, нет. Ассоциация Германии. Канцлер. Канцлер. Канцлер, да. 1100. Кто был избран ханом Верненского уезда в ходе народно-освободительного восстания в Казахстане в 1916 году? Верненского. Верная Талмата. Верненского. Советский. Кто был избран ханом в 1916 году? Да. Восстание там, туда-сюда. Последний хан был убит в 1847 году. Кто был после него, это я уже затрудняюсь. Как будто были только губернаторы в 1916 году. Ну, любое имя просто назову Нур-Али-Хан. У меня написано Б-Аш-И-Кеев. Баш-И-Кеев? Нет, ну Б это имя. А-Аш-И-Кеев. А-Ш-И-Кеев. Не знаю. Хорошо. Ну, упущение мое. Так, какое произведение А-У-Эзова считается высшим достижением казахской классической литературы? Путь Абая. Все верно. А Путь Абая это типа как Одиссея? Да, да. Ну, это про его жизнь. От рождения до смерти в двух томах. И это прям про Одиссея, либо другое имя? Либо на основе Одиссея? Нет, не на какой основе, просто его биография. Просто биография Одиссея, название ведь Абая. Нет, биография Абая. Абая это Одиссея? Нет. Это наш поэт. А-а-а, понятно. Автор первого романа на казахском языке Б-К-Т-С-И-З-Жамал. А, автор, да. Автор первого. Запутался. Романа. Автор первого романа на казахском. Этот роман называется Б-К-Т-С-Жамал. Что такое переведи? Не знаю, что такое Жамал, Б-К-Т-С-И-З-От несчастная. Несчастная Жамал, господи, женщина Жамал. Ну, наверное, может быть. Автор первого романа на казахском. Я не знаю, скажу, Сабит Муканов. Мир-Жак-Иб-Дулатов. Мир-Жак-Иб-Дулатов. В каком нидерландском городе находится Международный суд ООН? Гага. Это все правильный ответ. Вопросы закончились. Вот тебе 2000 рублей. Возьми. Зачем? Возьми, благословица. Блин, нечестно. Просто возьми. Да почему нечестно? Почему нечестно? Сейчас ты снимаешься в моей передаче очень часто. Почему? Потому что казахская аудитория смотрит наши ролики. Ты им нравишься. Ты непобедимый человек-казах. У нас скоро будет съемка, где непобедимый человек-адиль-казах будет соревноваться опять с вами. Для этого вам нужно перейти на телеграм-канал, на мой. Собственный. Негодяй ТВ он называется. И ждать, когда я вас всех приглашу где-то, куда-то в Питере. Мы все соберемся. И вы будете опять с ним соревноваться. Понимаете? Сейчас все видосы заточены на Казахстане. А кроме тебя у меня казаха больше никакого нету. Отдели. Ты уж извини. Хоть какую-то СРП-шку-то получи за свою работенку. Друзья, во-первых, хочу сказать, самое важное, это любите людей. Надо обучать детей и всех людей учить тому, чтобы люди любили других людей. Любили. А если мы научим друг друга, сами научимся любить друг друга, тогда у нас в мире все будет хорошо. Мы не будем друг друга ненавидеть. Мы не будем друг друга убивать. Извини меня. Ребята. Ребята, мы живем в 21 веке. В это время мы не должны мучиться от того, что профилактика и нету горячей воды. Это раз. А второе, мы должны смотреть вокруг себя и наблюдать мир. Вы со мной согласны? Абсолютно. Аллилуйя. Всем до свидания. Спасибо. Прежде чем мы все представимся, я расскажу правила этой передачи. Каждый из нас пригласил очень известных гостей в нашу экспериментальную студию. Гость, который придет к нам в студию, должен молчать. Кляп ему засунем в рот, если он что-нибудь, хоть слово пикнет, вякнет. Но мы же можем о нем говорить все, что угодно. Опустоши свой мозг, не думай ни о чем. Ведь этот мир сейчас прошла, я не при чем. Эту секунду...